Дню материнства Которую мы всегда отмечаем в конце ноября И мне бы сегодня хотелось рассказать об одной замечательной женщине О последней русской царице Александре Федоровне Романа Я хотела бы вам показать книгу «Крестный путь царской семьи» Вообще в нашем читальном зале очень много есть материала О династии Романовых Но мне захотелось остановиться именно на этой замечательной женщине Надо сказать, что ее звали Алиса Она жила в Гессене со своими родителями Но потом, когда ей было 6 лет Она переехала к своей бабушке, королеве Виктории Она была королевой Великобритании Потому что ее мама умерла от дифтерии Впервые она посещает Россию в 12 лет Где обращает особое внимание цесаревича Николая Александровича А позже, в 1889 году Она приехала еще раз И молодые люди поняли, что это настоящая любовь И решили пожениться Но мама Николая II, Мария Федоровна Была против этой свадьбы И она не видела своей невесткой Гессенскую принцессу Все-таки в апреле 1894 года Было объявлено о помолвке Принцессы Гессендармштадтской Алисы И будущего императора Николая II Александра Федоровна родила 4 девочек Ольгу, Татьяну, Марию и Анастасию Это были замечательные, здоровые, красивые девочки Настоящие принцессы Но царской семье не хватало наследника И в 1903 году Император и императрица Совершая паломничество в город Царов К мощам Серафима Саровского Где они молятся Чтобы им Бог даровал наследника И вот 12 августа 1904 года В Петергофе рождается единственный сын И наследник цесаревич Алексей Александра Федоровна была носительницей геногемофилии И наследник родился гемофиликом Страшные заболевания Обнаружили, когда у ребенка началось тяжелое кровотечение В двухмесячном возрасте Самые ближайшие родственники не знали Об этом заболевании Это была государственная тайна У мальчика случилось несколько кризисов Он метался в бреду Он просил смерти Настолько сильны были боли И в этот момент он произносил только одно слово Мама Посидевшая и постаревшая Александра Федоровна Всегда была рядом Цесаревич был светом в окне Для семьи Романовых И, конечно, был светом в окне для своей мамы Александры Федоровны Он был долгожданным и вымоленным у Бога ребенком Но был очень больным И врачи не могли ему ничем помочь Александра Федоровна поставила воспитание дочерей по-своему Она воспитывала их так, как воспитывали ее в доме у ее бабушки Королевы Виктории По викторианской модели Девочек и редко выводили в свет У них не было подруг со стороны Они росли в замкнутом В своем мерке в Александровском дворце На завтрак им подавали овсяную кашу В комнатах было много свежего воздуха А в ванных комнатах обязательно по утрам был холодный душ Александра Федоровна была очень бережлива И знала цену деньгам Поэтому платья и обувь переходили от старших княжон к младшим Воспитание детей Николай и Александра Было очень простым Они своим детям позволили быть просто детьми Императрица сама качала колыбели Сама пела песни И сама купала наследников И так много внимания уделяла детской комнате Воспитание царских детей шло естественно и незаметно Они любили своих родителей И были счастливы Но счастье продолжалось недолго В 1918 году их постигла трагедия Они были расстреляны Их тела были обезображены И впоследствии Эта царская семья была причислена к лику святых Так как наша встреча посвящена дню материнства В нашем городе Ростове тоже есть скульптурная композиция Которая так и называется Материнство И мне бы хотелось вас с нею познакомить Мы с вами находимся возле скульптурной композиции Материнство Или Мать и Дитя Она была поставлена в Международный год ребенка В центре города На пересечении улицы Большой Садовой И проспекта Театрального На углу парка имени Первого Мая В центре мы видим женщину Мать Которая держит Одной рукой Голубя Который символизирует Мир А другой обнимает ребенка Эта скульптурная композиция Выполнена Михаилом Минкусом А на постаменте ее Высечены слова Горького Восславим женщину-мать Чья любовь не знает преград Все прекрасное в человеке От лучей солнца И от молока Матери Итак, мы снова в стенах Читали Масалу Мне бы очень хотелось Надеяться Что вы познакомитесь С этой книгой Крестный путь Царской семьи Нам наши мамы Мамочки родные Сердца и жизни Отдадут без слов Для нас они Воистину святые Не важно Что нет нимбов уголов Мы в маму вспоминаем Словно Бога Коль с нами Приключается беда Ухабиста порой Судьбы дорога Лишь только мамы Поймут детей всегда Поймут детей И в радости И в горе Родных детей Уберегут от бед Лишь только с мамой По коленам море Лишь только мамин Нужен в трудный миг совет Мы в жизни Разными дорогами шагали Не важно сколько зим И сколько лет Но эту истину Давно уже познали Родней чем мама Человека нет Я поздравляю вас С праздником С Днем Матери И хочу пожелать вам Такой же теплоты И гармонии Вашим семьям Которая была В семье Александры Федоровны И Николая Александровича Романовых Берегите своих детей И берегите своих матерей До новой встречи У книжной Редактор субтитров А.Семкин